всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я вас приглашаю с собой сварить суп рассольник как и мы собирались и обещала вам но немножко расскажу вам про сегодняшний день сейчас уже достаточно поздно уже дело к вечеру уже обед давно прошел утром проснулась там с каким-то с каким-то вялым настроением на улице гадостная погода пасмурно дождь не дождь снег не снег очень все сыро и уныло вот как раз та погода которую я терпеть не могу и она меня просто бесит и выбешивает делать ничего не хочется не не вставать не не вязать не телевизор смотреть в общем целый день в каком-то таком взяла текущем состоянии ко всему прочему у меня еще выскочила простуда на губе редко такое у меня бывает очень редко на на за всю мою жизнь наверное раз 10 всего лишь было ну и вот в этот раз но и вот тут вот наверное у меня когда я в турции ездила у меня тоже выскочила простуда ну видимо перемены климата или еще по каким-то причинам и ор мне притащил с аптеки и лекарства которые он сам пользуется и помогать час я вам тоже покажу может быть кому-то пригодится вот такое вот смотрите вот такое вот лекарство такая вот штучка это вот ну типа завиракс а ну вы знаете на мой взгляд это лучше чем завиракс то есть вот я на ночь тогда осенью помазала один раз на ночь и у меня все прошло буквально там за день или за два вот поэтому всем рекомендую еще раз покажу вам покажу коробочку кто не знает вот такая вот ура сегодня день рождения я его поздравила уже с утра естественно позвонила по фейстайму что тоже не добавило мне хорошего настроения потому что я честно говоря немножко позавидовала они сейчас находятся в отеле гуляют там по морю возле моря по песочек потом после обеда пошли в крытый бассейн там дети довольны демир ныряет керемчик ныряет и как-то мне жалко что я не с ними очень мне там понравился хороший отель очень хороший отель хорошая пятерка а вот и конечно они там всего лишь один день поздравить ура с днем рождения не знаю его там ждет сюрприз наверно сюрприз она состоялся я надеюсь что он будет счастлив но вы тоже посмотрели а я еще когда выйдет вы видео уже сюрприз состоится вот то что я видео выложу немножко позже вот ну и как бы позавидовав то я позавидовала что они там вот веселятся отдыхают у них солнышко у нас за окном вот такая вот гадость жизнь продолжается у нас тоже будут солнечные дни сегодня как я обещала варим суп рассольник редко я его варю я вообще первые блюда я не очень люблю вот не такой большой любитель из всех супов которые я ем это пожалуй борщ вообще безотказной кстати малыши тоже они у них спрашивают что сварить они борщ вот они тут у меня привыкли к борщу кстати ели очень хорошо борщ вот и я вот про рассольник варю его крайне редко но сегодня решила значит сварить и думаю кстати вы мне в комментариях там писали что сварить и рассольник сварить его суп гороховый я люблю суп гороховый я ему варю но я его люблю с копченостями у меня ничего нет под рукой ничего не купила поэтому за сварила бульон на косточке на хорошие на бульонке вот поэтому будет все таки суп рассольник они гороховый гороховый будет следующий раз и очень я люблю солянку сборную обожаю просто обожаю тоже давно не не варила надо будет как-нибудь восполнить пробелы когда там знаете ждаю что куча всяких колбасок копчености сосиски очень солянка сборная вот но сегодня рассольник и поскольку редко варю думаю надо почитать в интернете что там пишут вообще что про этот рассольник и вы знаете наткнулась на интересную вещь сейчас я с вами как бы поделюсь и может быть кто-то знает для меня это было вообще удивление оказывается рассольник изначально это пирог читаю читаю минуточку пирог с курицей гречневой каши в начинку подливался рассол яйца рубленые этот рецепт рассольника гоголь использовал затем в мертвых душах у коробочки там помните коробочка дело суп этот самый рассольник оказывается это пирог а для меня рассольник я даже не знала никогда всегда воспринимается как первое блюдо а вот ну так такой вот маленькое интересное вступление и еще что касаемо рассольника рис я творю предварительно я хочу чтобы не было такого мутного бульончика поэтому рис я слегка отварю промою его хотя он в общем-то хороший рис но все равно я не хочу чтобы было мутное и еще как я делаю но я не знаю а еще момент тоже прочитала недавно не знала про это но делал это то ли интуитивно то ли не знаю как оказывается огурцы не дают картошки провариться хорошо и надолго остаются сырой но видимо из этого рассола поэтому огурцы добавляют в конце варки они так как вот там многие делают варят огурцы чтобы они развалились там совсем-совсем чтобы их прям практически не было заметно я огурцы соленые натру на терке рассол сливать с огурцов не буду оставлю его если что я буду добавлять уже в суп ну по вкусу вот огурцы я потру и я их обжарю не знаю кто так делает или не делает но у меня кто-то когда-то научил этому и я пользуюсь этим огурцы такой вкус приобретают и они быстрее адаптируются в супе быстрее разваливаются то есть вот будет отдельно потом все это я вместе с бульон добавлю и будет у меня красота красота в общем то поскольку бульон уже готов варить это все будет недолго ну я вам все рассказала теперь оставайтесь со мной будем варить рассольник и так суп рассольник вот я отварила уже рис промыла его сейчас у меня стечет чтоб не меньше водички было картошку я с морковкой уже почистила здесь у меня лук щас по я его порежу морковку порежу лук порежу обжарю добавлю туда огурцы вот огурцы я уже тоже натёрла на мед на терке вот не знаю наверно мне этого будет много или мало буду пробовать 300 однозначно много но я его буду использовать потом собака может быть еду добавлю вот режу я морковку вот так вот руки уже порезала огурцы потерла и продолжаю грустить по поводу того что как бы одна не одна ну не одна конечно муж он там сейчас он пошел собак выгуливать любят они погулять у меня один особенно 2 ты не очень тело поделает и на ручке сразу ему не догулик который младше тут прям гулено гулено с придут и надо лапы мыть куртки все грязные пузо все грязные погодой неизвестно какая вот и приближается мой день рождения конечно знаете как это раньше мы ждали дня рождения там новый год позже там готовились до этого я помню времена когда есть было особо нечего там времена дефицита тысяч там брежневские времена и потом уже когда сухие законы были и все такое прочее как мы готовились к этим праздником мы прошу прощения мы там заранее доставали какие-то консервы мне кажется спроты вообще просто было там вербершина блаженстве уж не говорю там про какую-то икру запасались какой-то колбасой там сухой дефицит на сейчас как-то так что просто стало потому что все доступно и это все можно накрыть стол стать с такими продуктами нет не только там на праздник но и вот просто пошел в магазин купил все и вот тебе вот тебе и праздник а раньше как-то к этому готовились было какое-то настроение сейчас никакого настроения у меня нет и дню рождения тоже никакого настроения нет дети спрашивают что тебе подарить я куда ничего мне не надо а правда мне ничего не надо вот ну вот что мне мне ничего не надо вот естественно это мальчики придут меня поздравлять сыновья как-то как-то не знаю считаю неполным отдых ну посмотрим так значит морковка нарезала сейчас буду все это обжаривать лучок у меня с морковкой там обжариваются пока картошку нарежу и хотела что сказать хотела поблагодарить всех тех кто поздравлял меня с днем рождения моего зятя конечно очень отдаленное отношение имею к его рождения практически можно сказать никакого и какого но в любом случае мне приятно что вы меня причислили тоже к этому событию при приятно конечно безумно при приятно вот ну и у конечно тоже рад что его там поздравляют я ему утром позвонила поздравила и говорю ему ур говорю у меня на странице но у меня на к на канале под последним видео тоже поздравляют с днем рождения он конечно там посмеялся но сказал спасибо но он не всегда понимает наш юмор русский но понимает должна сказать прям вот прям понимает понимает так а тут у меня обжаривается морковка с лучком сковородка вот помните нет я ее покупала караджа это вот так одна из тех двух которые были по одной за одну покупаешь 2 платишь за одну вот это вот типа вог тоже меняется когда большие какие-то объемы такие обжаривать очень удобно потом я туда добавлю огурчики так на морковку меня уже обжарилась с луком добавляю прям сюда так я закинула бульон картошку вот посмотрите как уже пожарилась огурчики ну сейчас еще чуть-чуть самую малость я хочу сюда еще добавить немножко сливочного масла для вкусноты хотя наверно не надо бульон и так жирный вот и добавлю сразу сюда рис потому что я его сварила не полностью он сырой у меня не полностью готовый вареный немножко сыроват его сейчас я чуть-чуть еще добавлю сюда риска картошка с рисом уже сварились сейчас я сюда добавляю наши огурчики пусть это все хорошенько прокипит будем пробовать на вкус может быть придется рассол добавить чуть-чуть ну пока посмотрю вот и подготовила травку здесь укропчик и чеснок чеснока взяла один зубчик но вы помните да галин чеснок в котором зубок такое четыре зубчика в одной головке огромнейший вот это я потом добавлю немножко подперчу и суп готов но он тоже немножко постоять как любой другой суп чтоб чуть-чуть он все там напитался вот ну а готовое блюдо я вам уже покажу позже ну вот суп готов кто-то любит его со сметаной кто-то без сметаны как угодно но я вот свой рассольник уже сварила всем нам приятного аппетита ну вот я ужин приготовила суп сварила сейчас муж там покушает не спрашивайте не хочет он показываться на камеру ну вода камень точит посмотрим что будет дальше пока вот он категорически отказывается я хочу поблагодарить вас что вы были со мной что вы поболтали со мной мне было очень приятно что вы были рядышком пишите свои комментарии может расскажите мне пока по какому рецепту вы варите суп рассольник напишите мне знали ли вы что суп что рассольник это не супа пирожок пирог для меня это вообще просто было вот просто новость какая-то я вот даже не ожидал я в шоке вот прям честно говорю в шоке ну вот век живи век учись я с вами прощаюсь до новых встреч и напишите что мы еще приготовим попробуем вместе может быть у нас получится не было приятно с вами провести время надеюсь что это взаимно всех благодарю до новых встреч и пока пока